В Тверской области проживает более 90 тысяч человек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сегодня эти люди имеют право на дополнительные меры поддержки. Официальный статус они получили в начале этого года. Какие льготы положены новой категории граждан, расскажем в сюжете. Соответствующий закон был принят ЗАГС-собранием в конце апреля 2019 года. С конца декабря можно было подавать заявление в Центр соцзащиты или МФЦ. Сами удостоверения начали выдавать с 1 января 2020 года. Напомним, что статус «Дети войны» положен людям, родившимся с 1 января 2028 года по 31 декабря 1945 года на территории СССР и проживающих на данный момент в Тверской области. Таких сейчас 95 тысяч человек, которым положен этот статус. Я и 12 правительства, мои коллеги, и в Татсовой области мы все выделяем одну самую главную линию биологическую. И это установление особого, почетного и заслуженного от них, чем труда. И чем отличается Тверская область? Она всегда подтверждала, что в Тверской области всегда жили люди труда. То есть статус «Детей войны» это, в общем, не какая-то привилегия. Это просто признание уважительного отношения и поддержка людей, которые в своем дружном своей жизни заслужили. Это достаточно. С конкретно. Писан с своей стороны одобрил. Говорит с финансово-громическим блоком. С блоком социальной защиты посмотрели, что мы можем еще дополнительно сделать. Идут мы с вами. Придем еще дополнительные консультации после принятия данных законов. Согласно официальной информации, люди, имеющие статус «Детей войны», могут претендовать на несколько важных льгот. Внеочередное оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, внеочередной прием в организации социального обслуживания, преимущество при приеме в стационарной и полустационарной организации социального обслуживания. Насчет бесплатного проезда на городском транспорте ситуация неясная. Согласно официальным данным, среди тех, кому положена социальная карта жителя Тверской области, отсутствуют и «Дети войны». Однако некоторые источники утверждают, что им все-таки положены льготы в новой транспортной системе Тверской агломерации. При этом власти области утверждают, что это не все льготы, которые положены «Детям войны». В правительстве еще будут поднимать вопрос об увеличении их количества. Мы уважительно относимся к тем людям, которые формировали нашу историю, которые создавали нашу страну. Мы вводим определенные льготы, сейчас прорабатывается целый пакет. Я думаю, что вместе с ЗАГСобранием нашей области, с нашими депутатами, мы выработаем перечень мер поддержки. В правительстве Тверской области также обещали выделить единовременную выплату ко Дню Победы. Всего получателей выпало 105 тысяч человек. А правительство области выделило к выплате на 9 мая около 200 миллионов рублей. Вероятнее всего, это значит, что каждая получит чуть больше 1900 рублей.